АПЛОДИСМЕНТЫ Мне такие говорят, спикеры некоторые опоздали, поэтому задержалась немножко. А я такой думаю, кто опаздывает вообще? Как можно опоздать на свое выступление? Вот вдруг я опоздал, да, вы поняли это? Ну, бывает всякое. Да, на самом деле, пробки такие в Москве. Вообще, клево видеть вас здесь. У меня такое расхождение, потому что все сидят по-разному, и поэтому я так то туда, то сюда. В общем, буду работать, буду работать на всех. А кто вообще спортивной фотографией интересуется? Поднимите руки. Кто-нибудь? Ага, много. Клево. Круто. Что ж. Что ж, сегодня такая тема, как снимать спорт на смартфон. Но перед тем, как я вообще буду про это рассказывать, я вам расскажу, кто я такой, потому что кто-то меня не знает, кто больше всего щелкает меня, знает, конечно же. Вот, да, и я, вот это я, такой клевый вертолет, взрыва не хватает сзади, да, то есть я такой бегу с вертолета. Фотография мечты, да, вот. И фигура более-менее тогда хорошая была тоже. В общем, и меня попросили, я вообще профессиональный фотограф, и, конечно, меня попросили похвастаться, да, потому что вот в тему попало так. Так, вчера я занял, выиграл в конкурсе Apple в снимке, спасибо. Нас трое фотографов из России. Это фотография из Якутии, она не к спорту, нисколько не к спорту, да, но вот сказали, что можно про это сказать. Ну, конечно, я могу сейчас валить на всех организаторов, да, я просто сам хотел, вот, а, ну, похвастаться. В общем, да, вот, и это, конечно, круто, потому что, я кратенько сейчас расскажу, потому что, понимаете, да, что такое фотографий на телефон. Ее любой человек может сделать, то есть вообще любой, вот из зала. Потому что ребята, которые выиграли, помимо меня, я это давно практикую, да, профессионально практикую, а ребята, которые выиграли, они это делали, ну, то есть просто так. Вот где-то были, щелнули, сделали хэштег NightModChallenge и выиграли. Прикиньте, да, так? Вот это большая разница между профессиональной фотографией и вот мобильной. В мобильной фотографии ты можешь выиграть так случайно, как в отрею. Да? Вот. Здесь все написано, бла-бла-бла. В общем, я вообще профессиональный фотограф. Долгое время я работал на издании Риа Новости и снимал очень много спорта. Чтобы вы понимали, я как бы сейчас блогер такой, знаете, типа фотограф оборотень блогеров. Ну, в таком формате, в общем. В общем, и вот я снимал Олимпиаду в Сочи, я снимал Олимпиаду в Риа-де-Жанейро, я снимал чемпионат мира по футболу, да, вот. И очень много я вообще проездил чемпионат мира по биатлону, вообще по разным видам спорта, по водным видам. И вообще, в принципе, очень люблю спорт снимать. Потому что так болит поясница, что вряд ли я люблю спорт. Вот. Я буду так иногда отлучаться, да, чтобы вы не заснули. И сейчас я работаю с разными изданиями. Я снимаю тревел, тематику, да. Я снимал для GetImages, то есть это спортивное агентство, вы знаете, да. И вообще очень много разного спорта я снимаю. Я вам покажу спорт на камеру, это сейчас будет спорт на камеру, который я снимал, чтобы вы поняли вообще, про что я говорю. А то я сейчас буду вам свадьбу показывать, а вы скажете, ну да, спортивный фотограф, да. Это фото, которое я сделал на камеру в разных местах. Курсор я уберу. Не сюда. Не сюда. Это в съемке разных времен, в разных местах. Не обязательно это какие-то клевые, значимые чемпионаты. Это вообще дрифт в Великом Новгороде. Ведь я сам из Великого Новгорода. Я половину здесь знаю, что половина будет путать его с верхним, которого не существует, другая половина с нижним, которого не существует. Шутка, ладно, он, да, есть. Вот. Тоже Великий Новгород. Казань. Великий Новгород. Великий Новгород. Казань. Я просто в города играю. Да. Это Рио. Тоже Рио. Тоже Рио. Правильно с ним. Случайно попал слайд. Да. Сейчас это, вы пока можете поспать. И вот на вопрос важно ответить, что же такого делают лучшие фотографы, спортивные фотографы мира вообще. Что они делают? Ну, в смысле, не в свободное время, да? А во время съемки. Что они делают? Это важно понимать. И на самом деле ничего сложного они не делают. Вот. Просто нужно знать. Сейчас, если я скажу, просто нужно знать, что они делают, тогда будет такая тавтология, да? Вот. На самом деле есть пять секретов. Я назвал это так. Продающий звучит, да? Пять секретов топовых фотографов. Подпишись по ссылке на мой вебинар. Вот эти пять секретов. Сильная фаза героя, чистый фон, глубина кадра, вне игры, сильный свет. Вы можете сфотографировать, это вам пригодится. Да, я не против. Я не против. Это пять секретов, пять правил, в принципе, да, которые можно использовать, чтобы снимать клево спорт. Неважно, что вы снимаете, на камеру профессиональную, либо на телефон. И телефон сейчас позволяет очень многое, да? И профессиональный спорт снимать на него тоже можно. Не весь. Не всегда весь. Потому что иногда есть допуски, да, когда вы не можете попасть к полю, к игроку или еще куда-то. Да? Но так или иначе это возможно. Первое, что у нас вообще важно, это сильная фаза героя, да? То есть вообще неважно, какой вы спорт снимаете, но у вас герой должен быть в сильной фазе. Не все это понимают, честно. Я вот даже опытный фотограф, даже профессиональный фотограф, они всегда понимают, что такое сильная фаза, да, и что такое пиковое состояние героя. Вот вы ответьте на этот вопрос. Что должно быть в кадре? Ну, допустим, футбол. Момент удара, замах. Эмоции. Гол, да. Но гол — это такая обширная штука, да? То есть гол, типа гол. Вообще важно понимать... Вообще, ну, понятно, да, что такое футбол? Один забивает в другие ворота, а другие в другие, да? Вот. Важно гол. Ну, то есть вообще в принципе, да, агентство и так далее снимает гол. Помимо гола у вас, да, то есть, когда вы снимаете гол, происходит какое-то действие между этими моментами. И вот часто, допустим, есть камера, которая ставится за воротами, да, когда мяч влетает в ворота. Это идеально, клево. Да, воротарь пропускает. И бьющий, допустим, в завершающей фазе. Ну, эта карточка такая подтверждающая... Мы сейчас не говорим про эмоции, про другое, это попозже поговорим. Да, то есть должен быть какой-то завершающая фаза ногой удара или головой. Например. Это уличный футбол, это Nike Box, да, то есть это не профессиональный футбол. Вам нужно, ну, чтобы снимать спортивные, динамичные, динамичные спортивные фотографии, вам нужно снимать динамику. Это очень просто на самом деле звучит. Да, то есть нужно снимать динамику. И вот вы сказали все, гол, удар и тому подобное. И у нас есть три приема про сильную фазу героя. Первый. Он называется «за секунду до». То есть, чтобы вам сделать крутой кадр, мы сейчас говорим про мобильный, ну, в принципе, и про камеры, если вам интересно, то камеры тоже. Нам нужно сделать, снять момент, который, да, который вот-вот произойдет, но мы снимаем за секунду до. Потому что, когда у вас будет завершающее действие, ну, мяч на ноге лежит, мяч на голове, да, это будет такая унылая штука, понимаете, да? То есть вам нужен контакт мяча и ноги, ну, то есть он должен пройти в голове смотрящего, кто смотрит. То есть, вот смотрите. Сейчас. Здесь, видите? Мяч еще не ударился, и вы такие, блин, мяч еще не ударился, ударится вообще? А он вообще в этой плоскости летит, не в этой, да? Ну, то есть, куда он, что сейчас произойдет? Вы начинаете думать, вы видите всю напряженную фазу героя, который отобьет этот мяч, вы видите мяч, да, и у вас вот это догадки в голове есть. То есть вы думаете, что произойдет. Потому что если мяч ударится об голову, это будет такое, типа, ну, ну, такое, ну, ударился мяч, да? То есть, когда вы снимаете вот такой кадр, у вас появляется в кадре энергия. Когда вы его не снимаете, ну, то есть, когда уже все произошло, то все уже произошло. Мне интересно смотреть на то, что уже произошло. Например, замах, да, то есть удар. Это, кстати, чемпионат мира по футболу, и я тогда снимал на 10-й айфон, пытался снять, ну, профессиональный спорт, вы понимаете, туда не пускают никуда, ну, то есть, вы стоите за ограждением, и это было очень тяжело, на самом деле, то есть, вот фидбэк в плане съемки на телефон профессионального футбола, это правда тяжело, потому что все происходит очень далеко от вас, да? То есть, дворовой футбол гораздо проще. То есть, у вас есть замах, у вас есть ожидание воротаря, да, что мячик сейчас попадет в ворота, и еще, ну, да, у вас здесь два игрока, два мяча, извините, ну, это тренировка, да, то есть, это не игра. Здесь мы снимали как раз, Света ждет меня, когда я позову, привет, когда я позову на сцену, вот, снимали ролик, и вот момент, да, то есть, момент чеканки мяча, но мяч не лежит на ноге. Это очень важно понимать, ну, то есть, мяч не лежит на ноге, из-за этого есть вот это действие. То же самое. Следующее упражнение, широко шагая. Ловить героя нужно в динамичной фазе. Динамичная фаза — это шаг. Вот это шаг. Вот это шаг. Когда в футбол играют, вот когда, вот видите фаза, да, вот фаза, вот фаза и так далее. Вот это динамичный шаг. Потому что часто можно снять героя вот так. Либо вот так. Да, либо одна нога, либо вот так. Это очень часто в спринте, так, когда бегут у вас, когда бегут игроки, когда бегут у вас спортсмены, атлеты, да, они так быстро бегут, что вы часто не можете поймать фазу шага. Фаза шага, вот она, то есть, да, и, ну, а вот это получается, что культя. Да? Поэтому мы не, мы всегда смотрим на фазу шага. То есть, шаг должен происходить, должно быть действие. Здесь, да, есть шаг, есть вот это движение, и оно как раз спортивное. То есть, мне очень много пишут спортивных фотографов, вообще, кто хочет спорт фотографировать. И вот одна из самых больших проблем — это вот именно не видят фазы. А фазы есть везде. То есть, когда вы идете снимать спорт, вы четко понимаете. Биатлон, например, да, определенная фаза лыж, то есть палок, когда вы, когда он откидывает их назад. То есть, потому что часто снимают вот это вот. Вот это, понимаете, да? Вот это все фазы. Чем круче, чем сильнее они, тем, ну, сильнее фотография. Здесь, понятно, фаза. Ну, это все любительский спорт, да, фаза есть. Есть волосы, которые гораздо акценты на себя притягивают прикольно, поэтому это круто. Тоже есть движение, тоже есть фаза. Это все на телефон снято. Еще десятый. Это на камеру. Это читерский, ставка читерская такая. С камеры. Тоже есть фаза. Гол. Можно я не буду кричать гол, потому что я букву L не выговариваю, и это получится странно. Ну, типа гол. Вот, поэтому да, гол. Ну, то есть, это эмоция, яркая эмоция. Вот говорили про эмоцию, очень круто кто-то сказал. Вообще, в принципе, все три человека, которые назвали, все правильно назвали, поэтому я пошел. Смысл того, что нужно ловить какую-то мимику, яркую мимику. Вы должны понимать, что когда вы снимаете спорт, что спорт – это не основное вообще. Вот именно в смысле то, что происходит на поле, то, что мяч отбить и так далее. Помимо этого, есть тренер, который орет на игроков. Вы когда-нибудь видели, как тренеры кричат на игроков? Ну, представляете, да? Это же типа круто. То есть, всегда есть задача, всегда у спортивного фотографа есть задача снять тренера. То есть, ты четко понимаешь, что вот ты стоишь, снимаешь игроков одного поля, одну команду, другую команду, и снимаешь тренера одной команды и другой команды. В баскетболе это часто штука. То есть, там, когда они вот это вот… Это эмоции, которые как раз делают ваш репортаж, потому что одной игрой… Одной игрой сеть не будешь. Я придумал поговорочку. Поэтому нужно эмоции, потому что это самый простой способ показать энергию игры. И здесь как раз телефон больше пригождается. Спокойнее можно это сделать. Даже если вы болельщик и сидите рядом с болельщиками, вы можете это снять, в отличие от профессионального спорта, потому что вы не всегда туда попадаете. Эмоцию вы всегда какую-то снимите. И если вы видели, кто видел результаты WordPress фото нового, который сейчас… Там как раз вот эти вот бородатый… Отец с бородатым мальчиком… Не хватает такой еще с бородатой женой, чтобы все были… Вот, радуется. И вот эмоция. То есть он мог быть даже не спортивным фотографом, не быть вообще на поле, не иметь плоские точки, а просто снимать в толпе. И снять такую карточку и выиграть WordPress фото. Поэтому эмоции – это крутая штука. После забитого мяча, например. Ну, все его знают. По-любому же все его знают, да? Ну, это постановка, понятное дело, да? До ролика в студии, поэтому Света радуется удачной чеканке. Вот. То есть на эмоции нужно обращать внимание. Как думаете, постановка или нет? Да, постановка, да. Но это обучающий курс был, поэтому это не читается. Вот непостановка, допустим, да? То есть болеют за команду какую-то, да? Что-то происходит. Следующее. Чтобы динамика героев получилась, я вам прям прочитаю, эффектной, да? Снимайте их в сильном месте. Сильное место – это вообще, вот вы прям должны… Кто спорт снимает, видеооператоры, фото, неважно вообще, вы должны понять, что сильное место – это прямо вот как… Котчина же хочу сказать, ну ладно, сказал уже, все. Как его найти? Фон, да? Самое простое, что вы можете найти, это фон. Сделать фон сильным. Причем смотрите, как происходят поиски фона. То есть понятно, что футбол – вид спорта, где есть баннеры. Мы сейчас про футбол поговорим, да? Где есть баннеры со всех сторон, реклама. Часто в России так особенно. Баскетбол – то же самое. Но когда вы выходите на поле, садитесь в какую-то точку, вы всегда все равно смотрите, где есть какой фон сильнее. Например, в баскетболе вы ищете черный какой-то задник, чтобы ничего не влезало, да? Где минимум света. То есть вот тоже проблема фотограф-начинающих, который снимает спорт, это то, что очень много грязи. Очень много грязи на фотографиях, и из-за этого игрок не читается. То есть фон за героем должен быть максимально ровным и чистым, чтобы герой хорошо читался. Этот прием у нас называется, вот у меня в обучении, называется «чистая подушка». Чистая подушка. Представьте, что вы кладете голову героя, ну, с телом его тоже, на чистую подушку. Вот прямо визуализируйте это. Сейчас я буду как о Шперовске визуализировать. Да? То есть вы кладете на голову героя. То есть это вот, я обучаю обычно это в курсах даже обычных, ну, то есть без спортивной фотографии. Ну, в спорте это вообще суперправило. То есть чистая подушка героя, особенно его голова, на чистом адаптонном фоне. Да? Чем больше чистого фона вокруг героя, тем круче. Вот как это работает. Сейчас эзотерика пойдет. Да? То есть вот этот белый круг, то есть белый круг и вот голова, это вот, казалось бы, что вот этот синий-голубой прямоугольник, это вот именно как раз больше всего этого фона. Да? Но нет, на самом деле, вот то есть белый круг, но я не буду увеличивать, вы и так видите. Белый круг и вот где голова, да, это основное, основная часть. То есть часто нужно сделать так, чтобы вот в белом, в белом этом овале человек вписался, да, и был в чистом фоне. Голова, руки и так далее. То есть вот на это нужно обращать внимание. Вот смотрите. Да? То есть да, в воротах стоит, опять курсор вылез. Чистый фон. Везде чистый фон. Тогда читается человек. Чистый фон. Читается человек. Вот сейчас назовите здесь чистый фон. Штора. Раз. И на. Кто? Баннер. Вот, кстати, с баннерами это вообще, вот спасибо, что сказал. Баннер — это супер нечистый фон. Все мероприятия, на которые меня зовут или когда... Давайте вас фотографируем на баннере. Демонстрирую. Чистая подушка, помните, да? Ну. О, правильно, молодец. Вот это не... Ну, понимаете, да? Вот это нечистый фон. Что бы я здесь ни делал, чеканить я не умею. Сделаем вид, что умею. Да? То есть бегу, не бегу. Вот это вот. Да, для создателей... Лек, для создателей мероприятия — это круто. Ну, он на чистый фон. Но для того, чтобы вы выложили эту фотографию в себе, скорее всего, нет. Ну, то есть, может, я по себе сужу. Конечно. Ну, то есть, когда у вас из головы что-то растет, да? То есть, вот еще. То есть, вы назвали мне сейчас стену, занавеску, занавес, пол. Правильно. Серый пол. Да? Как снимать уже на полу, ну, типа на чистом, это уже другая история. Да, то есть, но пол является тоже чистым фоном. То есть, вы смотрите во всех плоскостях. Понимаете, да? Не так, что типа, из-за лица. Ну, вокруг. Вокруг и еще вот наверх. Туда. Создателю. Есть такая штука, да? Где взять чистый фон, если вокруг героя много отвлекающих мелочей, и нельзя сменить точку съемки. Ну, вот встали вы здесь. Ну, причем это больше к постановочной относятся штуки, да? Мы сейчас... Я вообще продемонстрирую, как это выглядит, чтобы вы понимали. Да? Не сейчас, чуть попозже. Терпение, интрига. Но вообще, где его взять? Есть такая фишка у айфона. Сейчас у кого айфоны... Да ни у кого не айфоны, все достаньте телефоны. Наведите на меня. У кого айфоны, зафиксируйте фокус. Фиксация фокуса. Знаете, как делать? Ну как, скажите, как на айфоне делается фиксация фокуса? Те, кто проходил мои курсы, не говорят. О, какие умные вообще вы первые. Зажать пальцем и что? Зажать пальцем и подержать 3 секунды примерно, пока не появится желтая полоса фиксации экспозиции фокуса. Это кажется элементарным, но 60% учеников не знают этого. Это факт, серьезно. У кого айфоны, 60% этого не знают. Поэтому я всегда это проговариваю, заставляю делать всех. Кто не сделал, тот не выйдет из зала сегодня вообще. У андроидов это по-разному работает. У андроидов иногда просто, когда ты долго нажимаешь, он блокирует. Иногда достаточно быстро нажать, он тогда блокирует. Но потом, когда вы зафиксируете фокус, тогда вы свободно можете двигаться. Вот вы стоите, зафиксировали фокус на героя. Сейчас запоминаем это, мы будем это использовать. Зафиксировали фокус, запоминаем на героя, и все, герой у нас в одной плоскости, у стены, например, скачет, прыгает, чекает мяч. И вы можете двигаться в этой плоскости, и герой может спокойно двигаться. Что еще важно? То есть у вас фокус будет всегда на нем. При зажатом фокусе, когда вы яркость, солнышко опустите вниз, я это называю в ад, когда вы солнышко опускаете вниз, опустите солнышко вниз, зафиксировали фокус, опустили вниз, двигаете телефон куда хотите, в любую сторону вообще, и у вас все это сохранится. Все это сохранится, и ничего не будет сбиваться. Это позволяет вам снимать происходящее, не отвлекаться на экспозицию, на цвет, яркость и так далее. То есть это очень важное правило, и очень важное правило именно в мобильной фотографии. Супер важное. Все знают про объективы в айфонах. У кого новые, у кого 7+, у кого есть 2 объектива, 3 объектива, знают все. Я просто должен проговорить, что переключат только вот так. 5, 1, 2. 0, 5, 1, 2. Только на них. Если вы это увеличиваете таким образом, то у вас это все цифровое увеличение, это не оптические, это не объективы, которые у вас в телефоне, это оптический зум. Оптический зум портит качество. Только на вот эти переключения. Ну, либо пальцем до 1, пальцем до 2 и так далее. То есть все, что между 0, 5, 1 и 2, это все цифровой зум. Это важно знать, не все это знают, опять же. То есть это 100%. Вот, смотрите, фотография авто. Видите, да? Вот Света с мечом. Сзади, видите, герои. Другие герои съемки. Клевая фотография. То же место. То же место. Ничего не убрано сзади. Ну, я не уносил никакие с этого приборы, не убирал людей. Да? Та же фотография. С помощью фиксации фокуса, опусканием солнышка, у вас появляется совсем, получается совсем другая фотография. Вот если так. Так. Есть разница, да? Я думаю, что есть на самом деле. Ну, то есть, хотя я, куда я могу знать. То есть, разница большая. Но очень не всегда фона достаточно для того, чтобы сделать клевую фотографию. И вам это нужно знать, да? И вам важно правильно подсвечивать героя на чистом фоне. Но запомните, когда я говорю подсвечивать, это не значит, что вы бегаете со вспышкой. Знаете, когда я первый раз поехал на юношескую олимпиаду в Инсбрук, в Австрию, я ничего не знал про спорт, вообще про спортивную фотографию. Я взял вспышку на штативе, на соревнованиях по лыжам. Вышел на трассу, поставил вспышку сбоку, думаю, сейчас красиво сделаю вообще. Вот. И лыжники, которые приезжали, я их типа слепил вспышкой. Ну, вообще, знаете, что по закону, да, по спортивным законам нельзя вообще это делать. Ну, то есть, нельзя светить вспышкой. А я как, меня никто не выгнал, потому что я ничего не знал. Я как бы, типа, снимаю, никто не мог подумать, что будет какой-то 20-летний пацан, который будет фотографировать со вспышкой спортсменов во время соревнований. Да, то есть, когда я говорю подсвечивать героев, это не значит, что вы подсвечиваете их сами. Вы ищете те места, которые это делают. Да? И обращайте внимание на то, на что падает свет. Вообще, вот чтобы вы понимали, как это все работает, это на самом деле, ну, это... Да. Вот. И это очень просто. Ну, серьезно. То есть, вы обращаете внимание всегда на свет. Сильный свет, его нужно использовать, чтобы выгодно показать героя. И есть такая техника, которая называется подсолнух у нас. Что делают подсолнухи обычно? Солнце поворачивается. Правильно. Вы должны то же самое делать с вашим героем съемки, чтобы он, если вы хотите его показать, да, его показать выгодно, красиво. Вы должны поворачивать героя, ждать, пока он повернется. То есть, когда я говорю поворачивать, не значит, что вы такие, э, там, поверните туда, вот свет там. Да? Вы должны ждать, пока он повернется на свет, чтобы получился красивый, например, его портрет, да, либо вот как здесь. Он смотрит на источник света. Источник света может быть свет солнечный, свет от окна, если это портрет постановочный, свет от прожекторов, да, то есть это то, что освещает лицо героя. Вы стоите в это время спиной к источнику света. И тогда у вас герой четко читается. Так снимается, ну, большинство портретов, в принципе, вам даже не нужны никакие приборы студийные и так далее. То есть вам просто нужно найти окно. Просто окно, просто источник света. Может, это даже лампа быть. Понимаете, да? И вы понимаете, что то, что я сейчас говорю, это применимо не только к спортивной фотографии, а вообще ко всей. Девушки, которые делают селфи, по-любому знают, куда смотреть. Ну, в смысле, помимо своего лица, они знают, куда смотреть, в какую сторону смотреть, где искать окно и так далее. То есть вот это важно понимать. Да? То есть герои стоят, свет ровный и так далее. Назовите места, вот вы видите задание, где можно снять героев в технике подсовываниях здесь. Такой сложный вопрос. Где же снять-то? Ну, вот так, да? Ну, да. Так лучше, чем вот так. Правильно? Хотя здесь пол серый, он все равно фрикует. Ну, то есть вот это, да? Можно положить героя. Вы там скоперируетесь, кто на полу хотел фотографировать, и вот у вас хорошо. И фон хороший, и можно подсветить. Фишка в том, что да, вот еще оглянитесь, вон, допустим, смотрите, где здесь самое яркое? Вот оглянитесь, вот там сидят ребята в футболках одинаковых, да, группы поддержки. Вот видите? Видите там клевый свет? Прямо на них. Вот представляете, что это поле? Ну, не поле. Представляете, что это поле? И вы такие, где снимать? Че снимать? Где спортсменов ждать? Вот там. Бегут футболисты, вы прямо их ловите вон в том месте. Важно понимать, что вы со спорта должны привести не 1500 фотографий, а крутые, красивые фотографии. Да, и вам важно, свет это вам помогает сделать. Вот вы увидели свет, ну все, типа вот снимаете их. Другой прием, который часто используется в спорте, называется контрабанда у нас. Контрабанда это типа что-то такое темные делишки, мы из-за этого называем. Вообще у фотографа это контровик, ну типа контровая фотография. Это когда вы фотографируете героев против источника света. Подсолнух по источнику света, контрабанда против источника света. Против солнца, против их воли, против любого источника света. Но чтобы герой читался. Герой должен читаться. Видите, как работает фотография? Герои читаются. Чистая подушка, никто не отменял чистую подушку. Это очень важно. Вот здесь ничего не торчит. Ничего не торчит. Все герои, все герои бегут, бегут, бегут. Все видно, там не читается. Вот эта штука из ребер не читается. То есть я снимал, я художник. Это тоже не читается. Ну то есть суть в том, что я не замазываю на фотографиях ничего, поэтому все вы видите в оригинале. То есть важно смотреть за героя. За героя, чтобы сзади было все чисто, даже если вы снимаете против света. И против света также снимаете. Фиксируете фокус на происходящее. Опускает солнышко вниз. Я буду повторять это пока реально, тошнить начнем. Вот. И снимаете героев мрачными тенями. Где здесь можно снять контрабанду? В ту сторону, да? Ну все такие, контрабанда где снять? Вспышка на айфоне. Ну не сильно, она не сработает. Ну правильно кто сказал. В принципе здесь контрабанда. Если сзади меня снимать на фон, опять же, куда вы хотели сделать меня подсолнух, все очень просто. Представьте, что это фонарь, это солнце. По солнцу я снимаю подсолнух, против этого солнца получается контрабанда. Да? Все очень просто. Глубина кадра. Что такое глубина кадров? Глубина кадров, это когда в кадре проработаны, да, передний, средний и задний планы. То есть когда у вас есть несколько героев. Когда у вас не только один герой, как я до этого показывал, где свет чеканет мячик, да, а у вас есть еще несколько героев, которые стоят на переднем плане, на заднем плане, да, то есть у вас видно происходящее. Это усиливает еще динамию, усиливает атмосферу кадра, да, появляется сразу куча героев, глаза разбегаются, хотите посмотреть на все, да, и вот и вы как бы акцентируете внимание на разные фоны. Все, что вам нужно сделать, найти людей, которые стоят перед вашим происходящим действием, да, например, перед футболом, или найти героев сзади и так далее. То есть это все. И при этом смотрите, обратите внимание, что все герои вы должны вписывать. Ну, то есть чтобы они читались. Вот я говорю про чистую подушку, смотрите. Чистая подушка, видите? Я же не маразматик, вы думаете, я про подушку, все про подушку, да, а вот там и здесь. Поэтому они читаются. Видите, на черном, на темном фоне. Они все читаются. Если этого не будет, то читаться они не будут. И вне игры, клевая штука, вне игры. Когда вы снимаете спорт, профессиональный, олимпиаду, неважно. Самое интересное, где? За пределами спортивной площадки. Вокруг вообще, в городе. Там, где происходит жизнь. Потому что спорт вы сняли, да. Один удачный кадр, там два удачных кадра. Все остальное очень круто вокруг. Всю атмосферу любого мероприятия, даже если вы не попали на соревнования, если вы не снимаете спорт, вы можете снять вокруг. То есть, вот большое заблуждение, что если вы не с пуловской точки снимаете, пуловская точка, чтобы вы понимали, это точка, где сидят топовые агентства. Типа Reuters, Getty, France Press, да, то есть их пять штук, 5-6, да, пул еще, которые страны принимающие. Вот они сидят в этих точках, выбирают любые точки, которые им поставят, там, поле. И тогда видели фотографию Сейна Болта, которая бежит и улыбается? Видели? Эта фотография снята из пуловской точки. Туда не могли попасть все фотографы. Это снял фотограф Reuters, да, и он снимал именно с пуловской точки, с края, сбоку. Их там, чтобы вы понимали, там фотографов шесть снимало, и вот один из них там стоял. Это не мог снять любой. Но ограничение, ограничение, я считаю, ограничение – самый крутой фактор вообще, который вам поможет клевые фотографии делать, потому что ограничение – это то, что дает вам заряд и снимать в округе вообще. То есть вы такие, ну окей, не буду я снимать в этой плоской, пусть эти вон эти, эти того снимают. А я пошел вокруг снимать, и вы наснимали крутые фотографии. Это важно понимать. То есть не нужно расстраиваться, что если вы не попали на мероприятие. Да, то есть это крутая штука. У вас просто будет шире история. Если вы еще снимете мероприятие, допустим, само, да, то будет просто больше. В общем, курсор все равно вырезает, не знаю, наверное, из-за моего приближения. Опять же, да, бэкстейдж какой-то может быть. Ну, то есть он тоже атмосферу дает. Да, какой-то отдых уже после. Ну, герои какие-то за пределами. Я вам специально показываю футбол, болельщики. То есть как раз то, что вокруг происходит. Процесс съемок. Вот то, что мы снимали, то, что вы видели, да, где у меня свет стоит с мячом. Вот это процесс, когда мы там двигали, ставили табло и так далее. Это процесс, он интересен, потому что вы всегда хотите... Что же за кадром там было? Что же там происходило-то? Но бэкстейдж нужно... Сейчас старый маразматик вам опять будет говорить, знаете что? Подушка. Чистая подушка здесь. Чистая подушка здесь. Видите? Все читаются. Чистая подушка здесь. Чистая подушка здесь. Поэтому все герои читаются. Вот. Чистая подушка. Мне вообще надо, я сейчас подумаю на выступление чистую подушку носить. Так часто выступаю, много и забываю все время про... Что надо реально выдавать чистую подушку. Это будет интересно. Ещё раз пробегаемся. Сильная фаза героя, чистый фон, глубина кадра, вне игры сильный свет. Запомнили все? Как снимать? Одиночными либо очередью? Кто как снимает? Есть привычка у кого-то? Правильно всё, да. То есть часто можно... Допустим, в айфонах до 11 можно снимать частыми одиночными нажатиями. Вот так вот. Либо вот так вот. Он быстро очень обрабатывает, снимает. Айфон 11 тяжелее обрабатывает фотографии, потому что они больше туда попадают информации. Из этого есть время на раздумья айфона, и поэтому это происходит долго. Вот так вот, типа, ты нажимаешь, 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 и всё действие проходит. Поэтому в айфоне 11, например, я снимаю мультисъёмкой, когда что-то быстрое. Но мультисъёмка у них хитрая теперь не с плюсика-минусика, а с большой кнопки. Зажимаете большую кнопку и вверх. Вот. Это мультисъёмка. И поэтому я советую вам, конечно, снимать суперсобытия быстрее. Допустим, в баскетболе я снимаю по одиночным кадрам на телефон. То есть я иду на матч, допустим, ЦСКА, сажусь под кольцом, навожу фокус на зону под кольцом и просто сижу и нажимаю в одиночный вот так вот. А потом выбираю. Всё очень просто. HDR. Нужен HDR или нет? Нет. Правильно. HDR усложняет процесс обработки. Он, в принципе, не часто нужен. То есть если вы по солнцу, по свету снимаете, всё будет и так окей. Если вы против света снимаете, всё тоже будет окей. То есть вам не нужно его включать, в принципе, для спортивной съёмки. HDR нужен тогда, когда у вас небо пересвечено сзади, и вы хотите, чтобы герой выглядел хорошо против солнца, чтобы видно было его лицо. И сзади не было засвета. Понятно, да? Такая контрабанда подсолнух. Новый термин у меня. Live. Нужен, нет? Если вы снимаете мультисъёмкой, то Live вам не нужен. Потому что это опять же будет лишняя штука, лишняя обработка. Дольше и это не нужно. И плюс вы можете снять Live и потом выбрать фотографии оттуда. Но вряд ли. А? Вот. Да. Качество будет хуже. Да, всё верно. Вы можете оттуда выбрать кадр, но вот меня опередили. Качество будет хуже, чем мультисъёмкой. Да, да. Хотя, не знаю, может, и в других телефонах есть. Мне нету в Samsung. Особенно ничего не потеряли. В движении, в общем. Это, ну, понятно, да? В движении — это герой совершает действие, которое нужно поймать в пиковой фазе. Но я перейду. Это сейчас к этому. Кто хочет сейчас снять? Свет, можно уже потихоньку уходить ко мне с мячом. Вот. У нас сейчас практика. Вы что думали? Я вас так просто вышел поболтать, что ли? Кто у нас послушал лекцию, такой, я всё знаю, я сейчас всё сниму? Ну, кто? Поднимите руки. Кто? Я не буду это делать. Кто? Давай, выходи. Как зовут? Азик. Очень приятно. Я Костя. Ты, наверное, знаешь уже. Вот. Ну, выходим. Смотрите. Давай. У нас в движении герой совершает действие. Какие у нас правила есть? Ну-ка. Повторение мать учения, как говорится. Подушка, свет. Сильная фаза. Телефон. Ариф. Не-не-не. Нам нужно вывести, чтобы люди видели, как ты снимаешь. Сейчас. Извините. Мой телефон просто не подключился к Wi-Fi, и поэтому Apple TV почему-то, ну, мне не подключить к Apple TV. А это важный процесс, чтобы вы наблюдали за происходящим. Иначе это будет не так интересно. Я же не буду вам описывать. И теперь он наводит. И теперь всё происходит. Ну, вы сейчас всё сами увидите. Там у тебя нету никаких этих плохих фотографий? Всё? Работает? Вот что-то с Wi-Fi, видите? Кто снимал профессиональный спорт? Поднимите руки. Профессиональный спорт. Ага. Какой? Разный? Ага. Клёв. О, регби вообще любовь, да? Регби круто. Ага. А? Шикардос. Да, а синхронное повывание я недавно снимал. Какого вам? Алексей же, да, у нас? Единственный синхронист. Знаете? Нет. Савченко? Нет. Синхронист, который... Единственный мальчик-синхронист. Нет. Вот. И я его сфотографировал в этом. В бассейне на телефон. На iPhone, кстати, тоже. Вот. И это было очень такое. Два часа. Два часа он крутился под водой, и я его там... Без трубки. Ну там трубкой неудобно, потому что надо ниже нырять. Вот. Но было ничего. Ну что, как у нас? Подключается? Я зубы заговаривать устал людям уже. Они не верят, что я это делаю, что я это делаю искренне. Ура! Ну, давайте. Камеру включай сразу. У нас какой iPhone? Десят. Нормалек. Все хорошо. Не десять я сглавный. Десять. Это хорошо. Смотрите. Для начала мы выключаем, что у нас? Live выключен, да? HDR... HDR нет, он в настройках. Смотрите. Я вам покажу, что еще важно сделать в спорте. Вот в спортивной фотографии на телефон вообще, в принципе. У вас главное, чтобы не тошнило. Сейчас здесь вертикально будет все, потому что если я переверну, вам придется вот так смотреть. Да. Важно сделать что? Заходим в настройки. Заходим в камеру. Удаляем. Все. Включаем что? Сетку. Сетку включаем. И теперь у нас есть сетка. Видите, сетка? Сетка почему важна и нужна? В точке интереса мы размещаем самое важное, что происходит у нас в кадре. В точке интереса это что? Пересечение линий. Видите? Вот. Ну, мы там можем размещать героя. Так, ну давай. Фон. Да? Что у нас там? Сейчас у меня падает. Сухо слезает. Еще слезает. Нет, мы снимаем. Вот давайте снимаем. Давай, тебе нужно сделать... Окей, давай, сделай портрет. Ошибка есть? No. Фиксируй. Держи долго на лице. Не в натуральной там пани. Нет. Держи долго пальцем на дисплее, на лицо. Держи, 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 держи. И фиксация экспозиции фокуса. Видишь сверху полоса желтая? Вот так должно всегда происходить. Теперь солнышко вниз опускай. Видишь? Просто в любой части экрана пальцем вниз. Ага. Стоп. Вы понимаете, здесь мутнее, поэтому, да? У тебя, видишь, теперь есть... Лоб не блестит. Ты снимаешь. Нажимай. Почему у тебя так много вверху всего? Ты хочешь рекламу сделать? Ну, написать типа... Чеканка вашим мечом. Я не знаю. Ну, типа... Чемпион... Смотрите. Не обязательно... То, что ты про точки интереса сказал, не обязательно это делать типа в точках интереса. В центральной композиции нормально. Что опять сделать? Во, молодец. Пальцем вниз. Пальцем вниз. Во. Стоп. Клево. Окей. Ну, вот теперь давай. Чего ты? Портрет снял. Давай теперь это... Давай, допустим, ты снял подсолнух. Давай сними теперь контрабанду. А ты не слушал меня, что ли? Ну, ты же... Молодец вообще. Контровой снимок. Молодец. Правильно, да. Так и поверил я. Ага. Мы сейчас... Вы понимаете, да, что лучше горизонтально снимать спортивную фотографию, да? То есть вертикально очень редко снимается. Просто чтобы вас не тошнило, у меня нет пакетов столько. Вот. Мы снимаем вертикально. Не-не, да, снимай горизонтально, да, все нормально. Подумаешь, я наврал людям просто. Ну, что нужно сделать опять? А, молодец. Ну, красиво получается? Ну, мне нравится то, что тут критика у тебя, самокритика хорошая. Да. Опускаешь? Красиво, да? Что нужно сделать? Это не контрабанда, вы понимаете, да? Потому что свет заполняющего здесь много очень вот с этой стороны. Что нужно сделать, чтобы было клевый... Сейчас мы про фон, помните, говорили? Вот вас много там сидит. Сейчас, если я скажу, это грязь, то я боюсь, что не поймут меня все. Ну, много грязи, в общем. Много грязи, я имею в виду, что стулья, да, вот это все, бутылки, люди, вот. Кони, да все смешалось. Что нужно сделать, чтобы было клево? У нас есть возможность сделать все здесь, ну почти. Нет, если нам не попросить всех выйти. Выключите свет в зале, пожалуйста. Попробуй теперь. Наведи. Затем не сильно так. Присядь. Ну вот присядь просто. Кайф. Вы понимаете, да, что здесь немножко света не так... Вот. Ага. Клево? Все убрались, да? Как говорится, грязи нет сзади. Теперь, теперь, смотрите, что важно понимать. Вот у нас фон есть. Мы сделали себе фон. Мы сейчас постановочно все делаем. Вы не все... Мне очень всегда, честно, печально за мероприятия некоторые, спортивные, в том числе... Я не знаю, можно здесь такое говорить, в России? Сейчас скажу почему. Не из-за того, что не из-за организации. Допустим, Олимпиада в Сочи была очень крутая, серьезно. И очень много коллег, которые были... Я молод слишком, мне не было на столике олимпиадах. Они признали Сочи лучшей Олимпиадой по организации. Серьезно. Они были там на десяти и больше. То есть у меня такие, у меня молодые друзья. Вот. Что у нас... В чем проблема всегда? У нас не выключают никогда трибуны. То есть когда их можно выключить. Я знаю, что есть правило, когда нельзя. Раз. У нас красят трибуны всегда в яркие цвета. Два. Поэтому с задника не получается хорошего. То есть фотографии очень тяжело сделать. И в этом проблема. Вот я сейчас выключил свет. Представьте, если бы все такие мероприятия были. Я не говорю про хоккей, где все там освещено. А вот именно мероприятия, допустим, пляжный футбол, который был там... Чемпион мира, по-моему, был. Или как-то чего-то, да? Пляжного футбола в мегаспорте. Все, что нужно было сделать, выключить везде фон вокруг. Ну, то есть... И были бы офигенные фотографии. Песка на фоне вот таких прожекторов. Теперь нужно снять тебе фазу. Фазу. Ты разобрал, понял, как снимать на чистом фоне. То есть ты... Примерно. Ну, ты понял, да? То есть у нас есть... Ты выключаешь, вот черный фон, вот у нас есть чистый фон. Теперь нам нужно чуть-чуть снять что-то, чтобы свет почеканило, да, допустим, и тебе поймать нужно фазу. Фон мы оставляем. Так как мы освободили этот, ты можешь отходить дальше. Отходи дальше. Вот. Наводишь фокус заранее. Прямо наводишь фокус на... Держи. Да, но у нас еще здесь подсвечивается. И да, это... Вниз опускай. Еще опускай. Присядь. Видишь, тебе мешает. Вот почему... Посмотри. Почему нужно приседать? Потому что вот это все мешает. Вот это вот все. Вот это все снизу. Это тебе не нужно, да? Это мешает. Но понятно, что сейчас света будет... У нас не идеально. Вы понимаете, да, что я не знал вообще какое место, ну то есть как оно выглядит, поэтому у нас все здесь вообще такое, типа, эксперименты, эксперименты. Ты навел, да? Все, ты... Видите? Мяч видно снизу? Когда он снизу, видно? Нет, не видно. Ни машем головой, да? Окей, видно. А теперь на колено. Сделай. Сейчас, как видно? Лучше, да? Фиксируй сильнее. Фиксируй фокус. Сейчас. Ага. Вниз опускай. Еще. Вот. И снимай. Ты снимать будешь? Вот. Зажми. Зажми кнопку. Зажми кнопку. Зажал. Зажми, зажми. Зажимай. То есть мультисъемка. Во. Арифу, давай накидаем сейчас фотографии. Разберешь вечером. Ага. Во. Вот. Вот. Мы понимаем, что здесь свет, ну, вот здесь свет свет светит сверху, поэтому вот эта часть лица темная, да? То есть, ну, если мы будем здесь снимать, потому что здесь света больше, то у нас будет проблема, потому что там сзади экран, вы понимаете, да? Поэтому мы сейчас делаем в таком формате, да? Вот. Ну-ка, включи какую-нибудь фотографию. Вот. Вот, смотрите. В чем проблема здесь, видите? Ну, героя не видно, да? То есть, если я включу свет в зале, конечно, его вообще будет не видно. Ну, допустим, здесь видно? Вот. Смотрите. Да. То есть, мы видим контур, мы видим руку, мы видим мяч, который никуда не приземлился еще. Мы можем спокойно отрезать от этой фотографии, да? Ну, вырезать ее, кадрировать. И у нас крутой свет. То есть, у нас все круто. По фону вообще огонь. Потому что, если бы там вы были, я с любовью большой к этому говорю, то есть, к вам, было бы, ну, не очень. Да? Но здесь у нас мы можем это вырезать, сделать горизонтальной фотографией. Вот. И, в общем, мы можем это вырезать, сделать горизонтальной фотографией, да? Но, смотрите, когда мяч снизу, вот вы говорили, да, видно. Что происходит? Вот что? Ну, что, вы ничего не сделаете, да? Да. Потому что колонки мешают, все мешает. Вы ничего не сделаете. А здесь, ну, как бы, вот. Вот я увеличиваю, смотрите. Круто. Вообще, ну, то есть, просто клевая спортивная фотография. Да? То есть. Сейчас, знаешь, так отвернулся, а там уже футбол, уже все в действии. Окей. Сняли. Как можно использовать фон? Ты, молодец, почеканил. Света устала. Ты устала. Даже если ты не устала, ты устала. И что бывает часто? Вот, кто говорил пол, хороший фон, да? Часто, помнишь, повторим наш с тобой этот, как ты ложилась тогда. А? Извините. Ну, когда мы снимали. Да. Ну, просто, вот устал человек, да, ложится. Обычно, ну, то есть, да. Вот. Я не буду тебе предлагать ложиться рядом. Ну, типа, не переживай. Вот. То есть, здесь уже начинают на меня смотреть. Ну, то есть, вот обычно, типа, просто человек устал, да? Ну, то есть, ты что делаешь? Вот у тебя чистая подушка, да? Ну, то есть, ты подходишь и фотографируешь сверху. Делаешь так, чтобы не искажено было лицо. Видишь, ты когда... То есть, в центре. Композиция центральная. Прямо по центру лица. Вот так. Фиксация фокуса, солнышко вниз. Офигенно. Клево. Черный фон. Был серый, стал черный, да? Снимай. Она может эмоцию сдать какую-нибудь и полубнуться. Во. Чтобы быть живее. Во. Это эмоции, кстати, про которые мы говорили, да? То есть, вы всегда обращаете внимание на эмоцию, которая будет происходить дальше. То есть, окей, мы сняли это. Что можно еще снимать? Вот сейчас. Что бы ты мог снимать? Ну, помнишь, про что мы говорили? Мы говорили вне игры. Вне игры это что у нас? Да, но людей не видно. Например, да, можно подключить свет. Либо что еще здесь вот важное на сцене есть? Я. Правильно. Вот. Сам не скажешь, никто, да, не скажет. То есть, ты можешь снять, как я говорю, в толпу. Как я вещаю в толпу. Фиксацию фокуса не забывай, солнышко вниз опускай. Да. Ноги не обрезай, конечности не обрезаем. О, клевая фотография. Погоди. А можно я этот... Как встать на... Сейчас, погоди. Да, на ладошку. Можешь встать? Нет. Еще. Ближе к себе. Ближе к себе ладошки. К себе. Нет, к себе. Еще. Нагни их чуть-чуть ниже. Вот только к себе ближе, вот к лицу. Сейчас, погодите. Почти. Ну вот так, не очень. Не поверят. Вы сейчас смеетесь? А я свадьбы так снимал. Чего вы смеетесь? Ну, короче. Было такое, что мне приходилось, знаете, вот этот телефончик сюда вот так вот. Вот так класть, чтобы герой вот так вот, типа, жених такой. Я правда так свадьбу снимал, но это было давно очень. Вот. Год назад. Понятно, да? То есть ты снимаешь... Ты снял хоть? А, красавчик. А то вот так мучился я... Вот. То есть ты снимаешь то, что происходит в кадре, да? Ты можешь снимать других фотографов, которые снимают. Ты можешь снимать... Ну, то есть... Мы что делаем? Я отвлекся. В общем, да? Понятно, как это работает. То есть вне игры это то, что происходит вокруг. Зрители здесь гораздо больше. Можешь подойти и крупно снять ноги, например, отдельно. Вот они на сером фоне контрастируют. Ты можешь снять отдельный мячик здесь, да? То есть который лежит. Вот. Я не собирался отбирать мячик. Вот. Ты можешь... Здесь очень красиво. Иди сюда, чтобы люди увидели. Они же не видят там. Ты можешь... Волосы. Смотри. Обрати внимание на волосы. Красиво лежать, да? Нажми циферку 1. Да. Убери теперь от глаз. Чуть-чуть. Нет. Уберяй. Смотри. Клево? Ну, руку немножко отрезал. Ногу. Ногу. Тихо-тихо здесь. Ну, короче. Понятно, да? Когда вы снимаете спорт, героя даже, ну, вы всегда... Свет, ты можешь посмотреть туда. У нас здесь большие. То есть, мы... Нам не обязательно снимать полностью героя. Нам не обязательно снимать. То есть, мы снимаем по частям даже героя. По частям героя снимаем. Понятно, да? То есть, обращай... Вот, да? То есть, вот есть действие. То есть, в этом кайф. Короче. В... Да, вставай. В общем, можно свет включить, если он... Хотя можно и так. Мне так нормально. Я не вижу ваших разгневанных лиц. Да? Понятно, как это работает? У нас... Смотрите, это формат лекции. В формате лекции всегда очень тяжело. Быстро что-то и внятно объяснить. Да? Я... Но... Вот самое важное, что я произнес. Вот эти пять секретов. Вот эти пять правил. Они действительно работают. То есть, они сто процентов работают. И вы должны понимать, что все профессиональные фотографы пользуются почти только ими. Даже не почти, а только ими. То есть, ищут место. Ты приходишь на биатлон такой, например. Идешь в лес. Проходишь три километра в леса. Выбираешь точку, где клевый фон, где будет клевое солнце. И все. И ждешь нужного вам героя. Нужный герой — это у вас спортсмен, который вам нужен. Только так все работает. И не нужно усложнять. То есть, усложнение — это вообще боль. Не нужно усложнять. Вот. Все. Я закончил, в принципе. Ну. АПЛОДИСМЕНТЫ Извини, что тебя не сильно погонял так. Вот. То есть, что? Я могу только вам прорекламировать свой курс. Это должно быть. Я же как типа фототренер. Да. У меня есть курс фото пилюли, который идет два дня. Он как раз стартует сейчас в марте, 21-22 марта. И два дня я обучаю онлайн в Инстаграме фотографировать на мобильный телефон. И с моей обратной связью, что очень важно. Поэтому, сколько бы вас ни пришло, это работает. И вот мой Инстаграм. Подпишитесь, если хотите. В конце концов, первое место Apple, да? Нет. На самом деле у меня нет короны. Я ее снял, но оставил там. Можете подписаться. Заходите. Я даю советы в Инстаграме в своем часто. Да. Помимо курса. Вы можете просто смотреть и получать какие-то советы. И да пребудет с вами красота. Все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ